Мы поговорим о том, какие новые возможности в службе кластеров есть, что новенького. Я опять же сразу предупреждаю, не все моменты я, естественно, здесь указываю, потому как, опять же, не все известно до конца досконально, что будет по релизу. С каждым новым объявленным обновлением нового сервера каждый раз добавляется новый функционал. Посмотрим, что новенького Hyper-V в Remote Desktop, в сетях. Опять же, буквально несколько пунктов, несколько моментов. И напоследок Windows консоль. Тоже несколько интересных вещей. Наверное, если кто использует Windows 10, уже, возможно, и оценили нововведение в консоли Windows сервера. Windows клиента в данном случае. И в сервере тут будет то же самое. И, в принципе, на основе отзывов, на основе тех писем, фидбэков, которые будут от вас, мы можем с вами в будущем выбрать какую-то конкретную тематику и более детально ее рассмотреть. То, что, возможно, будет интересно. Ну и первая часть – это нововведение филл-овер-кластеринг. Давно напрашивалось, конечно. Конечно, очень часто возникали проблемы, связанные с обновлением кластеров. Связанные с тем, что при обновлении операционной системы мы не могли, не приостанавливая работу кластера, обновить операционную систему. В связи с этим часто возникали сложности. Нужно было выстраивать правильно кластер, каким-то образом осуществлять перенос ролей, осуществлять перенос компонентов в другую систему, следить за этим. Особенно это проблемно в ситуации с использованием виртуальных машин. В новом сервере в 2016 нам предлагают процесс прозрачного обновления. Мы можем теперь, по сути, в кластере использовать несколько операционных систем с разной версионностью, что, конечно, существенно упрощает работу по переходу на новую платформу. Еще раз подчеркиваю, особенно это актуально в данном случае для HyperMe. Storage-реплика. Новая интересная возможность. То, что появилось, я надеюсь, появится в окончательной редакции в сервере. Если мы с вами знаем, у нас есть scale-out файловый сервер, который, допустим, в 2017 появился. Он предлагает нам сценарий доступа к файловому серверу в режиме непрерывного доступа. В случае какой-либо сбоя, аппаратной проблемы у нас доступ со стороны клиентов не прерывается. В случае, если у нас возникают проблемы с самим Storage-реплика, то, конечно, здесь у нас сразу возникают сложности, которые средствами Windows было не решить. И в новом сервере, который выходит, появляется механизм Storage-реплика. Это, сразу говорю, нераспределенное хранилище. Это не механизм, который позволяет вам распределить ваши данные без использования общих сторожей. Это механизм катастрофоустойчивости, это инструмент катастрофоустойчивости. То есть, осуществляется синхронная, либо асинхронная репликация одного хранилища на другое хранилище. И в случае возникновения аварийной ситуации, связанной с хранилищем, у нас происходит переключение кластера на использование другого сторожа. Задействуется новый сторож, в котором хранятся все эти данные, которые у вас есть. Репликация осуществляется на уровне блоков. Это блок-level replication. И изначально он является синхронным механизмом, но его можно настроить в асинхронный режим. Работает он по протоколу SMB. Интересная, очень интересная новая возможность Storage-реплика. В принципе, у меня как раз и были планы, может быть, эту тематику тоже более детально подробно рассмотреть, изучить. Но в силу того, что очень много изменений, постоянно что-то новое появляется, конечно, желательно рассмотреть и демонстрировать ее вам потом на основе более таких версий, которые, вероятнее, выйдут в конце и не придется потом ничего переделывать. Ну и последнее по поводу фэлловер-кластеров – это появление Cloud Witness. Это новый свидетель, свидетель, который может располагаться в облаке теперь, если он вам нужен, особенно для географически распределенных кластеров. В кластерах, конечно, намного больше изменений, чем я здесь указал. Я просто показал на наиболее такие, ну, интересные. Там есть еще мультидомейн-кластеры, то есть возможность использования бездоменных кластерных решений, возможность использования многодоменных кластерных решений. Это, возможно, потом уже более детально разберем. Новые возможности в Hyper-V. Что интересного, опять же, есть? Это вытекает, опять же, из кластерного прозрачного обновления. Появляется у нас возможность использовать новые кластера, переход на новый сервер, кластерная модель, когда у нас кластер Hyper-V построен на 2012 сервере. Мы можем, если… ну, давайте немножко в историю. Если кто помнит, переход на 2012 R2 с 2012, он сопровождался возможностью переноса виртуальных машин с 12 сервера на 12 R2. Прозрачный был переход, но обратная процедура была невозможна. То есть нам Microsoft давал возможность такого, ну, плавного перехода, плавной миграции с более старой системы на более новую. В Hyper-V построен на новом сервере, возможность перехода также осталась с более ранней версией на более новую версию. Но и обратный переход также возможен. То есть если вдруг вы оставите сервера 2012 R2 с управлением, появятся новые сервера, вы можете машины миглировать и вперед, и назад. То есть здесь никаких ограничений нет. Обновление версии машины не будет выполняться принудительно. Вы, если захотите, можете, конечно, ее обновить принудительно, эту версию, с учетом, конечно, новых возможностей. Но если такая задача не стоит, вы можете построить, ну, по сути, такой гибридный кластер. Что касается production checkpoints. Ну, все, наверное, знают о том, что существуют checkpoints, ну, или в другой интерпретации, снапшоты. Снапшоты, которые раньше, ну, и сейчас, собственно, в серверах выполняются за счет выполнения операции safe state. То есть у нас виртуальная машина, по сути, приостанавливается и выполняется сохранение, создание дисковых массивов, сохранение состояния машины. То есть в какой-то момент машина недоступна. Что говорить о, что такое production checkpoints. Это появление механизма создания checkpoints, по сути, сродни backup. То есть гипервизор отдает команду внутри виртуальной машины задействовать те механизмы, которые реализованы в бэкапе, по сути, модулей VSS, shadow service, shadow copy, прошу прощения. И в результате мы с вами получаем консистентный бэкап виртуальной машины, который, ну, в принципе, таковым и является. То есть у вас различные сервисы, которые раньше, возможно, вы не могли делать checkpoints, там были предостережения, не надо, там нарушения, всякие SQL и так далее. Сейчас с этим, ну, по крайней мере, заявляют, что проблем быть не должно. Сейчас checkpoints делается на основе других механизмов через вызов возможности внутри самой виртуальной машины. Появляется, наконец-то, Microsoft давно это было заявлено, но мы надеемся, что появится и появляется возможность горячего добавления и горячего удаления сетевых адаптеров и памяти. То есть вы можете наращивать объем оперативной памяти, даже если виртуальная машина включена. Такая возможность появится в новом сервере. Компоненты интеграции теперь будут поставляться с Windows Update. То есть у вас при установке ваших серверов, при установке виртуальных машин, установка компонентов интеграции теперь будет возлагаться на Windows Update, он их будет загружать и транслировать внутрь виртуальных машин. Ну, естественно, все это нужно будет настроить. Напоминаю, что современные операционные системы, выпускаемые компанией Microsoft, все на борту имеют модули интеграции. Если мы говорим о Linux-дистрибутивах, то Linux-дистрибутивы также все последние, все современные идут с наличием модулей интеграции, компонентов интеграции уже в самом дистрибутиве и в отдельной установке не нуждаются. Изменился, ну, точнее, расширился возможность по работе с Quality of Service, Storage Quality of Service. Я напомню, в 12R2 сервере у нас есть возможность, по сути, ограничить полосу пропускания по возможностям работы с дисковой подсистемой. Сейчас это все расширяется, появляются дополнительные возможности по управлению уже всеми дисками виртуальной машины. То есть вы можете не только отдельный диск, можете целыми дисками, можете отдельными сервисами виртуальной машины манипулировать, чтобы у вас была возможность контролировать полосу пропускания группой виртуальных машин, чтобы полоса пропускания, допустим, вас интересует не просто отдельно взятая VM, а вас интересует группа VM, которая реализует конкретный сервис. Вы можете контролировать и это. Версия виртуальной машины с появлением нового сервера появляется, естественно, как это всегда и бывает, новые возможности. И в конфигурационном файле у нас с вами это все носит отражение в виде версионности виртуальных машин. С каждым там сервером все новое. В новом сервере версия номер 6, если память не изменяет, мы можем с вами, ну и она, естественно, является тем минимальным уровнем, который предъявляет требования к гипервизору, который мы с вами используем. Если вы поднимаете уровень до самого максимального, то вы не сможете потом запускать эти виртуальные машины на более ранних версиях. Вот как раз это в тему по апгрейду. Если вы переходите с более ранней версии на новую, версия не меняется изначально, но если вы захотите изменить, вы можете поднять уровень версии до максимального на текущий момент. И потом обратная процедура миграции уже в виртуальной машине выполнена не будет. То есть он не перейдет с 16 сервера на 12.2. Также изменился формат хранения файла в виртуальной машине, то есть конфигурационный файл. Если вы помните, он у нас в настоящий момент представляет собой XML структуру, это XML файл с конфигом. В новом сервере, если опять же есть на это необходимость, вы можете преобразовать файл конфигурационный в бинарную структуру. Это теперь бинарный файл, который имеет гораздо меньший объем, работает гораздо быстрее, чем XML структура. Особенно это актуально для огромного количества виртуальных машин. Также появляется возможность безопасной загрузки для виртуальных машин второго поколения, которые у нас появились в 2012 R2. Но они были применимы только по отношению к Microsoft виртуальным машинам. Сейчас появилась возможность использовать и безопасную загрузку для Linux операционных систем. Ну и как, собственно, и с кластером. В гипервизоре на самом деле, опять же, гораздо больше, чем я указал. Но я указал наиболее такие интересные новые возможности. Опять же, если будет интересно, мы с вами можем потом определить, какое направление, какая тема для нас с вами будет наиболее актуальна и более детально не разберемся. Несколько слов по поводу службы удаленных рабочих столов и сочетание использования его с виртуализацией. Значит, появилась поддержка виртуальных машин второго поколения для использования в службе удаленных рабочих столов. Появилась поддержка, а точнее улучшилась поддержка OpenGL версии 4.4 для использования в виртуальных машинах. Теперь мы можем уделять большее количество видеопамяти. Для некоторых сценариев VDI это гораздо более предпочтительно интересно. Здесь тоже улучшение. Теперь Windows Multipoint Server, который у нас появляется в 12 сервере, он теперь является частью сервера. Это, по сути, роль, которая... Это не отдельный теперь продукт. Это роль, которую вы можете установить вместе со службой удаленных рабочих столов. То есть это все теперь интегрировано, все это теперь единое. То есть здесь тоже много интересного. По выходу мы посмотрим, что там будет в итоге. По сетям. По сетям тоже много различных нововведений и в виртуализации сетей, и работе с дополнительными компонентами, работе с технологией IPAM. Там тоже очень много нововведений. Ну, я выделил две, ну, наиболее, наверное, массовые службы, которые используются. Вот почему, опять же, они? Потому как почти в каждой организации они есть. DHCP DNS. Так вот, в DHCP в 12-R2 сервере этот процесс начат, а в 16-м уже окончательно он, что называется, доделан. Технология NAP, которая появилась, я напомню, в 2008-м сервере, она в 16-м сервере в отношении DHCP сервера удалена. Теперь DHCP сервер не поддерживает NAP. Ну, видимо, проанализировав отсутствие необходимости этой технологии в сочетании с этим сервисом, все удалили. Вот. В DNS появились интересные изменения, пока доступные только через командную строку, так называемый DNS Policies. Это дополнение к серверу DNS, которое позволяет, если вы реализуете эти политики, позволяет, по сути, управлять работой сервера DNS в отношении за различных запросов. Таким образом, удаляя, отсеивая ненужные запросы, либо меняя логику ответа сервера, он может, допустим, отвечать или не отвечать, соответственно, и с правилами какими-то. Ну, я поясню, о чем идет речь. Ситуация следующая. Ну, всем, допустим, мы знаем, что существуют, так называемые, рекурсивные запросы. Да. И в текущем сервере мы можем эти рекурсивные запросы отключить. Но если, допустим, нам нужно, чтобы рекурсивные запросы, которые мы с вами активируем в сервере, они для одних случаев работали, то есть, допустим, запросы, приходящие из локальной сети, должны обрабатываться и должны рекурсивные запросы удовлетворяться. Или там с каких-то диапазонов IP-адресов. А рекурсивные запросы, к примеру, приходящие из интернета, на наш сервер DNS, обрабатываться не должны. Раньше такую реализацию мы не поддерживали, то есть, у нас не было такой возможности, сконфигурировать мы это не могли. Сейчас такая возможность есть. Также есть правила запроса на разрешение имен, правила на передачу зон, и вот как раз правила на выполнение рекурсивных запросов. То есть, теперь логика работы сервера DNS может подчиняться политикам. Политикам, которые вы конфигурируете, ну и напомню, они конфигурируются через командную строку, существенно расширяя функционал и работу нашего сервера. Ну и напоследок, немножечко, буквально несколько слов по поводу новой консоли, которая появилась в Windows 10, наверняка вы ее увидели, и она, собственно, и будет в сервере. Первое, ну, речь идет о консоли, которую мы используем для работы с командной строкой, PowerShell. Суть ее заключается в том, что мы теперь можем, используя мышь, ну, да, всем, наверное, известный факт, когда у вас, допустим, при наборе какой-то команды, в командной строке на экран не вмещается, там начинает перенос на вторую строку. Теперь мы можем мышкой просто наше окно, окно ввода, расширять, увеличивать, сдвигать, и, по сути, растягивать на весь экран, никаких настроек при этом делать не надо. Также мы можем в консольке, которую теперь у нас есть, делать ее прозрачной, но если кому интересно, там, зажав определенную комбинацию клавиш, мы можем сделать ее практически прозрачной, мы можем ее сделать затененной, то есть такие возможности есть. Работают теперь стандартные, возможно, всем привычные комбинации клавиш по копированию, вставки, там, Ctrl-V, Ctrl-C и так далее, удобный в командной строке, QuickEdit режим включен по умолчанию, то есть команда строка стала более, ну, скажем так, дружественной по отношению к нам с вами, к пользователям, те, которые будут работать с этим. Естественно, все это можно отключить, если вас это не устраивает, все это можно ревертировать назад. Вот такой вот обзор, который у нас с вами по этому новому серверу есть. Я напомню, у нас, конечно, не все пока еще известно, что будет достоверно, до конца еще не совсем понятно, какие бы функциональные возможности у Storage Application, хотя все-таки более-менее уже все это определилось. Посмотрим, что по выходу будет в отношении Hyper-V, наверное, одни из самых таких кластерных технологий, файловые сервера, работа с Active Directory, в Active Directory есть изменения достаточно интересные. Ну и, собственно, на основе вот как раз ваших отзывов я бы и хотел узнать, какие темы для вас будут интересны, для того, чтобы более детально с ними познакомиться, возможно, на практические примеры, собрать на лабораторный стенд, какие-то конфигурации, настройки сделать, посмотреть, что происходит. Ну, те же горячие добавления оборудования, сетевых адаптеров, использовать новую версию чекпоинтов, ну и так далее. Ну и если есть вопросы... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова